Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня у нас заключительная и, так скажем, дополнительная лекция по курсу структурной теории доказательств. Она не входит в экзамен для тех, кто хочет его сдавать, но, тем не менее, некий интерес в этом имеется. Значит, тема сегодняшней лекции это мультификативно-аддитивное исчисление ламбика с законом дистрибутивности. Ну, начнем с напоминания. Значит, у нас на прошлых лекциях рассматривалась система MLC, мультификативно-аддитивное исчисление ламбика, которое можно рассматривать как, так сказать, алгебраическую логику решеток с делениями. Что значит, что у нас есть некоторая структура, в которой, в частности, имеются две решеточные операции, как бы конъюнкции, как бы дизъюнкции, они называются иногда MIT и JOIN. И, соответственно, у нас имеется еще решеточная структура, две импликации и умножение. Ну, а также еще константы 0 и 1, это на самом деле не так важно. Сегодня мы поговорим о вот этой части. Значит, классические примеры решеток с делениями, которые мы изучали, это решетки бинарных отношений на каком-то множестве, это так называемые R-модели для исчисления ламбика, и L-модели, это решетки формальных языков. И те и другие решетки были решетки. А, простите, как раз для модели мы не рассматривали в этом курсе? Да, мы их не рассматривали, но можно их ввести тоже, так сказать. Но в любом случае вот эти модели, ну вот прежде всего L-модели, о которых мы говорили, это модели, где вот эти операции решеточные, конъюнкция, дизюнкция, интерпретируются как, значит, пересечение объединения множеств, в данном случае формальных языков, но вот здесь, если кто знает, что такое реляционные модели, это будут там отношения бинарные на каком-то множестве. Значит, для этих, вот такого, значит, понимания этих операций верны законы дистрибутивности. Каждая из этих операций дистрибутивна относительно соответствующей, так сказать, соответствующего другой операции. Ну и давайте мы эти законы дистрибутивности выпишем, причем в виде импликации, а не в виде, значит, равенств. У нас будет 4 дистрибутивных закона. Значит, закон, ну я их опозначу D1, D2, там D3, D4. Значит, я вот их спешу от себя, потому что, чтобы порядок был тот, который мне хочется. Вот я могу взять конъюнкцию, а точнее взять дизъюнкцию, а дизюнкция B, конъюнкцию с C. И это должно влечь A конъюнкция C или B конъюнкция C. Значит, D2, это то же самое, только в обратную сторону. Ну и я напишу вот так вот, коротко, просто здесь напишу вот так, что из вот дизюнкции следует конъюнкция. А D3, D4, это, соответственно, значит, будут другие. То есть здесь я беру A, наоборот, конъюнкция B, потом беру дизюнкцию C, то она дистрибутируется вот так. Ну и D4, это обратная. Значит, если бы у нас были не решетки с делениями, вот такие, как здесь, модели исчисления ламбика мультикативно-аддитивного, а если бы у нас были гейтинговые алгебры, то есть вместо MLC у нас была бы интуиционистская логика, то все вот это было бы доказуемо. И действительно, в любая гейтинговая алгебра, как решетка, является дистрибутивной. Если смотреть на это синтаксически, почему это происходит? Если мы будем пытаться это доказывать, где-то у нас будут появляться структурные правила, где-то нам нужно будет сокращение применить, где-то нужно будет применить ослабление, и вот все таким образом будет получаться. Здесь в виде секвенции они записаны, да. В виде формулу просто надо сказать, ну, секвенция вот такого вида, она то же самое, что вот такое. У нас же есть внутри языка импликация. Но удобнее секвенции писать, потому что лишний раз это деление использовать не хочется. Это чисто законы о вот этих операциях решеточных, которые еще аддитивными называются. Вот. Значит, теперь давайте мы... Ну, я сформулирую сначала два упражнения. Первое упражнение, ну, двух, так сказать, пунктов. Значит, первое такое, что на самом деле два из этих законов все-таки выводимы. Вот давайте на этот D3 посмотрим. Он доказуем. Вы можете это и сами проверить. И D2 тоже. То есть... Вот в одну, как бы, сторону каждая из дистрибутивностей, даже вот в этой слабой логике, доказуем. На самом деле это верно в произвольной решетке. Даже для всяких делений. Второе, это тоже такое упражнение, которое, значит, предлагается проделать самостоятельно. Это уже немножко более сложно. Там нужно сечение подбирать. Что в исчислении вот этом самом из... D2 из D1, простите, следует... D4 и наоборот. То есть, смотрите, у нас два из этих законов, как бы, можно сказать, что в каком-то смысле тривиальны, то есть они автоматически выполняются, а два других равносильны. Это означает, что любой из них, ну, скажем, D1, мы можем объявить законом дистрибутивности, и добавление его к МАЛЦ даст нам теорию дистрибутивных решеток с делениями. Значит, вот это я обозначу D. А все остальные, мы сейчас про них забудем, они либо сами по себе просто доказуемые, неинтересны по этому нам, либо они... D4 равносилен вот этому D. И нас интересует вот это исчисление, которое мы обозначим вот так вот. МАЛЦ плюс D. То есть мы взяли наше исчисление Ламбика с вот этими теми правилами и аксиомами, которые мы уже в прошлые разы видели. И сейчас они нам не понадобятся, потому что мы их заменим на другие. и, значит, добавили к ним вот это как что? Ну, как схему аксио. Это что нам сразу даст? Ну, давайте, значит, сразу, значит, теорема, что вот это исчисление корректно и полно относительно дистрибутивных решеток с делениями. значит, это корректность очевидна, потому что все аксиомы и правила исчисления Ламбика вольтокема-аддитивного корректны относительно произвольных решеток с делениями. Закон дистрибутивности, в частности, вот этот там общезначен. Это корректность. Полнота, ну, мы уже знаем, что есть метод Лиденбаума-Тарского. То есть, мы можем для вот этих вот, для этого нового исчисления построить алгебру Лиденбаума-Тарского. Она будет дистрибутивной, потому что в ней вот это выполняется, и будет универсальной моделью алгебраической. Ну, то есть, здесь, поскольку мы занимаемся алгебраической логикой, теорема корректности и полноте здесь просты. Вопрос, например, будет ли коррекция циклите языковых моделей, это сложная и открытая задача, как правило. Вот. Но, что мы не можем пока отсюда извлечь? У нас на самом деле нету хорошего синтаксиса. В том смысле, что D добавлено как дополнительная аксиома, значит, сечение вот в таком виде неустранимо. Ну, формально нужно привести какой-нибудь пример, доказать. Ну, это тоже может быть такая некая задача, что ну, даже вот, грубо говоря, D4, например, вот как вы его выведите без сечения. Вот. И отсюда мы не получаем, соответственно, никаких хороших алгоритмических свойств. То есть, мы не знаем даже разрешим, она будет, конечно, перечислима, множество теорем этой логики, но разрешимость нам неизвестна, потому что у нас нету хорошего исчисления. И мы будем для этой логики развивать другое исчисление, которое будет гиперсеквенциальным. И здесь я сошлюсь на, значит, значит, это будет гиперсеквенциальное исчисление. Это, значит, ее придумал Михаил Козак в 2009 году. Доказал разрешимость, но разрешимость мы будем доказывать немножко другим методом. Он доказал, на самом деле, немножко более сильную вещь, которую мы сегодня не успеем просто изложить, но я процитирую, сформулирую. Сложность этого исчисления, как ни парадоксально, осталась открытой. Верхнюю национку P-Space мы пока получать не умеем и не знаем верно ли она вообще. Вот, но мы увидим, почему. Значит, какой синтаксис гиперсеквенциально выяснили? Почему вообще оно гипер? Значит, у нас в тех секвенциальных исчислениях генсеновского типа, которые были, левые, но они все интуиционистские, то есть справа у нас всегда стоит одна формула. Что стоит слева? Ну, вот писали как-то вот так, это секвенциальная стрелка, это просто формула, то есть здесь язык мы не меняем, мы добавили новый принцип дистрибутивности, но сигнатура у нас такая же, вот все операции здесь выписаны, ну и переменные есть. Что такое гамма? Вычисление ламбика обычном, гамма это был список или там упорядоченная последовательность формул, возможно пустая. между ними существовал такой значок, который называли запятой. Запятая это было на самом деле такой метасинтексис, как говорится, для умножения. То есть можно, как мы будем теперь писать, будем писать теперь вот так, здесь писать вот такое умножение, но в кружочке. Это значит, что у нас это метасинтексическое умножение, в отличие от обычного умножения внутри формул. С точки зрения семантики, всего прочего, это одно и то же, это эквивалентно. Но для синтаксиса это важно, потому что вот эти формулы, мы можем с ними работать, мы можем их разбирать. А если у нас здесь стоит настоящее умножение, то мы не можем внутрь погрузиться и там что-то делать. Гиперсеквенциальное исчисление. Да, здесь это умножение, но есть еще вот эта конъюнкция, но есть еще вот такая вот конъюнкция. Панкович, будьте добры, может быть, свет включите, потому что как-то мелкие символы трудно видеть через 2. казалось бы, я включил правильную подсветку. Давайте. Можно еще включить сзади. Ну, я что-то такое включил, так лучше? Это примерно так же. Ну ладно. Ладно, я еще одну вещь сейчас попробую сделать. Можно попробовать сделать его ярче. Так лучше? Да, очень хорошо. Спасибо. Видимо, кто-то его это самое, кто-то его ослабил. Вот. Значит, смотрите, у нас здесь есть вот такая конъюнкция и вот такая. Если мы переходили в интуиционистскую логику, как у нас изначально было, то мы вообще-то говорим или что-то похожее вот на эту конъюнкцию. На мета уровне для нее выполнялись структурные правила, в частности сокращение и ослабление, и мы доказывали закон детрибутивности. Идея Козака заключается в том, что давайте мы в левой части нашей секвенции в качестве мета-синтоксических операций будем иметь сразу две конъюнкции. То есть у нас будет вот такая вот это, как говорится, мультипликативная конъюнкция или умножение на мета уровне, как мета-синтоксическая операция, а кроме этого будет еще и вот такое. Другая конъюнкция тоже как мета-синтоксическая операция. Ну и мы определение некоторое дадим. Значит, сейчас я посмотрю, где у нас кончается. Где-то вот тут она. Закончилась. Да, ну даже больше на самом деле можно, но нам не нужно. Значит, гамма это мета-формула, если это одно из трех. Значит, первая гамма это просто формула нашего языка. Второе это гамма это фи вот такого умножить на пси, то есть мы можем использовать вот эту мета-синтоксическую операцию. И третье, что гамма это фи вот такая вот конъюнкция пси. Вот теперь вместо просто последовательности формул в левой части у нас будут вот такие мета-формулы. Соответственно, определение, что гиперсеквенция имеет вид опять же гамма-стрелка с, с-формула, гамма-мета-формула. вот такая вот такой объект называется гиперсеквенцией. Значит, наши исчисления будут выводить гиперсеквенции. Кроме того, мы добавим еще в понятии мета-формулы такой вот нулевой пункт гамма равно лямбда. Это как бы пустая. то есть у нас в секвенциальном языке как бы такой потребности не было, потому что у нас наши ну как бы мета-формулы в обычном секвенциальном языке были просто последовательности, но одна из них вот пустая. А здесь, поскольку у нас все как бы так вот бинарно с помощью таких вот операций делается, то пустоту нужно заявлять как отдельный тип мета-формулы. То есть она может быть либо пустой, либо формулой, либо строится фактически тоже как формула. Здесь значит фи и пси это мета-формула. Вот и в этом пункте вот такое значит определение и теперь мы будем с его помощью строить наши исчисления. исчисление, как всегда, содержит много правил. Я его выписал из статьи Козака и это будет наша раздатка. Значит, я запущу в аудитории физических, кто пришел, листочки, а здесь я просто в чат скопирую ссылку на файл. Я его на доске как обычно выпишу. вот и сюда я тоже напишу. Это для тех, кто может быть опоздает и не увидит чат. Zoom, к сожалению, не копирует чат из того, что было до. МАЛЦД он называется. Значит, у нас есть метасинтаксис для вот этого исчисления. Здесь есть аксиомы, есть логические правила. Значит, еще одно обозначение, которое используется в нашем исчислении, мы пишем вот так иногда гамма, а в скобочках допустим Пи. Это значит, что в нашей метаформуле гамма выделена под метаформула Пи. Одно конкретное ее вхождение. И мы можем ее заменять. То есть, например, вот здесь мы видим, что мы, допустим, в правиле для единицы мы нашли явное вхождение вот этой пустой гаммы, лямбда, и заменили его на единицу. Ну и так далее. Значит, допустим, если мы увидели А1 и А2, то можно видим на конъюнкцию. Ну и так далее. Вот, значит, правила, вот они здесь у нас перечислены. Давайте обратим внимание на структурные правила. Здесь их много, в отличие от ламбика, где их фактически вообще нет. Ну вот, первые два это правила ассоциативности. То есть, видите, у нас раньше-то была запятая и были последовательности по умолчанию ассоциативных. Здесь у нас формально эта операция априори не ассоциативная, нужно явно добавлять правила для ее ассоциирования. То же самое для другой конъюнкции, конечно. Здесь есть правило работы с лямбдой, что лямбду можно добавить, можно выкинуть. Лямбда Ага, вопрос. Нет, я не хочу Андре, please switch off the mic. Окей. Значит, это тоже ассоциативная, сможет заработать с лямбдой. В частности, если мы хотим ввести единицу, то мы сначала должны явно добавить лямбду, а потом ее заменить на единицу. Но это некий элемент синтаксиса, это не так важно. Более интересно, что для вот этого метасинтаксического оператора у нас уже есть полный набор структурных правил. Мы видим, что там есть, помимо ассоциативности, которая, ну, в наших старых исчислениях ее не было, потому что там были просто запятые, грубо говоря, помимо ассоциативности у нас также есть правило ослабления, есть правило перестановки, есть правило сокращения. то есть получается, что вот эта штука ведет себя как бы как интуиционистская конъюнкция и как мы увидим, она-то как раз нам и дает дистрибутивность. А умножение это настоящее умножение. Ну, первую вещь, которую мы сейчас будем делать, значит, три теоремы. Мы их, ну, может быть, полные доказательства сегодня не произнесем, но основные идеи будут. Эта теорема у нас уже есть, то есть, это что значит? Что если мы взяли и добавили дистрибутивность как аксиому, то, естественно, получилась логика соответствующего класса алгебраических моделей. Неудивительно, это мы знаем. Значит, теперь теорема другая. Если у нас есть секвенция, ну, тут давайте напишем секвенцию вот так. Значит, в исчислении ламбика с дистрибутивностью выводится давайте даже лучше нет, давайте здесь напишем вот это здесь напишем вот так mlcd вот то исчисление, которое у вас на листочке есть. Выводится секвенция гамма стрелка c, гиперсеквенция, тогда и только тогда, когда вычисление ламбика выводится, напишу вот такую гамма с крышкой стрелка c, значит, гамма с крышкой это формула, которая получается из гамма с заменой метасинтаксиса на синтаксис, то есть вот такого умножения на настоящее умножение, такой конъюнкции на настоящую конъюнкцию и лямбды на константу единицы. То есть мы тут, к сожалению, не можем пытаться сохранить, тут тоже какой-то метасинтаксис, ой, извините, mc плюс d, конечно. Вот так. В этом языке у нас тоже есть некий метасинтаксис, то есть у нас левые части в принципе могли бы быть последовательностями, но здесь мы не знаем, какая там главная операция, последовательности здесь последовательный метасинтаксис, он, так сказать, как-то альтернируется с вот таким вот, поэтому мы просто все превращаем в формулу. Просто, на самом деле, здесь гамма я не имею права, потому что вот такой штуки просто нету в исходном языке нашей. Вот это первая теорема. Что эта теорема вам говорит, что мы таксоматизировали ту же самую логику фактически. Значит, вторая теорема, которая здесь появится, значит, она говорит вот что, что сечение неустранима. Будет немножечко хитрое доказательство, мы увидим, в чем там проблема. И, наконец, третья теорема, ради которой, собственно, все и делалось, что вот это вот исчисление разрешимо. Пока что, к сожалению, на этом этапе это максимум, что мы можем выжить. В чем будут проблемы? И с устранимостью сечения, и с разрешимостью. Проблема будет, конечно, с правилом сокращения, которое у нас там есть. Вот. Это мы увидим, как это все плохо будет. Ну, давайте начнем с простого. Значит, ну, вот эту теорему, давайте их нумеруем, вот это будет, соответственно, один, мы ее уже доказали, это два, это три, это четыре. Значит, теорема два. Вот в эту сторону. От старого исчисления, как бы, к новому. Ну, смотрите, значит, если у нас есть вывод вот в такой вот системе, mLc плюс d, нужно погрузить наше новое исчисление. Ну, как это делается? первонаперво нужно, конечно, доказать вот этот закон дистрибутивности. Как мы его доказываем? Значит, для этого нам потребуется, нам даже не нужно будет сокращение сейчас используя. Смотрите, вот я его... что означают квадратные скобки? Да, это я говорил, квадратные скобки означают, что внутри метаформулы мы выделили под метаформулу, то есть одно конкретное вхождение некой подструктуры. Вхождение, спасибо. Да, одно вхождение, его можно заменять на другое. Значит, давайте будем доказывать вот этот вот закон дистрибутивности. Значит, я его еще раз здесь выпишу. вот эту вот конъюнкцию, в чем принципиальная разница? Если мы бы доказывали его в исходном исчислении ламбика, то вот этот вот пришлось бы разобрать, выбрать либо это, либо это. и, к сожалению, можно даже это сформулировать, мы это не формулировали, давайте вот здесь напишу, что в исходном исчислении не доказуем принцип D, D1, но, конечно же, с переменными. То есть, если я вот так вот напишу, конъюнкция R, стрелка P или R, конъюнкция Q или R. Нет, здесь конъюнкция должна быть, а здесь дизюнкция. Почему это недоказуемо? потому что, что мы можем разобрать? Можем либо вот эту разобрать, либо вот эту. Вывод без сечения, сечение в МЛЦ устранимо. Если мы будем вот эту вот разбирать, то здесь мы выберем либо P или Q, либо R. Ни из того, ни из другого вот это вот не следует. Потому что, например, я здесь выберу P или Q, тогда я, а здесь, допустим, я должен уметь доказывать в том числе и с R. Просто даже на моделях это будет опровергаться. И здесь, допустим, если я выберу только P или R, P и R, то здесь я могу выбрать Q. А на моделях нам бы пришлось искать какую-нибудь решетку с делениями, которая содержала бы R3 или R5. Да, на моделях нам пришлось бы взять какую-нибудь неистрибутивную решетку. Можно синтаксистематически доказать, сказав просто, что есть же недистрибутивные решетки с делениями. Тут даже не обязательно можно конкретный пример какой-то конечный взять. Но чисто синтаксически это проще. Потому что, как только мы одну из них разобрали, то то, что получилось, не выполняясь даже на какой-нибудь простой L-модели или где-нибудь еще. Ну, или мы можем дальше начать искать вывод. На самом деле, вот эти такого рода утверждения, на самом деле, их можно проверять автоматически. Потому что, у нас есть алгоритм, он P-Space, конечно, но на таких маленьких секвенциях он вполне работает. Который просто полностью ищет вывод без сечения. Ну, который мы описывали. Можно запрограммировать и он скажет, что это не выводим. Вот. А здесь мы это выведем, потому что, вместо того, чтобы разбирать вот эту конъюнкцию, делая выбор, мы ее просто преобразуем в мета-конъюнкцию. Здесь будет вот так. Здесь вот такая у меня конъюнкция в кружочке. Здесь вот так. И теперь, смотрите, что мы можем делать. Под этой конъюнкцией мы имеем право разбирать вот эту дизъюнкцию. То есть, теперь я могу написать А вот такая конъюнкция С стрелка. Это одна посылка, а вторая тоже самая с Б. Ну, понятно, достаточно вывести только одну, вторая симметричная. Ну, и здесь это делается практически сразу. Вот теперь-то я вот могу здесь делать выбор. Уже, так сказать, осмысленный. Получается А конъюнкция С стрелка А такая конъюнкция С. Ну, и тут уже вроде как очевидно, что это верно. Ну, формально, чтобы это довывести, я должен написать вот так. А каждый из этих у меня выведет с помощью правил ослабления. которые есть вот для вот этой операции. Вот. То есть, получилось, что мы смогли в этом исчислении вывести закон дистрибутивности. Ну, теперь нужно аккуратно проверить, что там сохраняются все правила. Это немножечко хитрее и требует, на самом деле, использования сечения, к сожалению. потому что здесь мы ну, а, ну здесь у нас формально говоря, мы в нашем выводе все склеили, везде дописали вот эти вот умножения между, так сказать, там и все эти конъюнкции. Вот. Но это тоже можно аккуратно проделать, используя правила сечения, так сказать, как бы их разворачивая и применяя соответствующие операции. Вот. Значит, правила сечения тоже моделируются вот здесь, ну, потому что здесь есть сечение, мы сечение пока не устроили. Все правила основные, они похожи, но каждый раз нужно, значит, соответствующие. Это тоже для вас некоторые упражнения, сделать это аккорд. То есть, мы получили, что у нас есть исчисление вот такое, формулированное дополнительное аксиома, где не устраняется сечение, в котором, значит, у нас корректно и полно относительно ожидаемого класса моделей. Теперь мы сделали, значит, лучшую такую формулировку, нужно устранять сечение. Ну, и тут мы знаем, что... А здесь? Здесь только лишь в том, что у нас левая часть это не последовательность и не множество, а вот такой вот, так сказать, более сложный конгломерат. Вот и все, как бы, да, то есть... Вот. Ну, вообще, гиперсеквенция термин такой довольно широкий, он зачастую означает все, что более сложное, чем традиционные секвенции, где в метасинтексе слева просто есть одна операция. Вот. Значит, давайте посмотрим на проблему с устранением сечения. Ну, как мы, наверное, помним из устранимости сечения в интуиционистской логике, значит, в интуиционистской логике нам пришлось заменять сечение на некоторые более сложные правила, называемые микс или смешение. И только с этим правилом микс мы могли устранить его, потому что, когда мы начинали устранять и у нас оказывалось правило сокращения, то сечение превращалось в два сечения, и у нижнего из них мы не могли контролировать параметры индукции. Здесь, к сожалению, микс так вот просто не сформулируешь, потому что у нас нет одной вот этой зоны, в которой все вот это происходит. А у нас, так сказать, может быть правило сокращения применяться в разных кусках нашей секвенции. В принципе, аналог микса сформулировать, видимо, можно, но мы для разнообразия воспользуемся другим подходом к устранению сечений, который называется глубокое устранение сечений. Теперь вот я стираю наконец нашу аксиому дистрибутивности, вот это тоже стираю. Метод глубокого устранения сечений или deep cut elimination восходит к работам Валерия Депаева и Торбина Бройнера, которые применяли его на самом деле в другой ситуации, но мы здесь тоже его успешно применим. Сам козак, кстати говоря, сечение устраняет семантически, на самом деле, он доказывает полноту без использования правила сечения, на самом деле нечто более сильное, чем полнота, и потом говорит, что ну вот в этих моделях у нас сечение корректно, значит сечение допустимо. Мы вот будем попробуем синдоксически сегодня сделать, значит, что мы будем делать? Ну, общий принцип такой же. Во-первых, мы устраняем одно сечение, то есть мы берем какую-то ситуацию вот такого вот вида, значит, Пи стрелка А, гамма, в которую входит А, стрелка С, вот сечение, значит, здесь гамма Пи, стрелка С, здесь Д1, здесь Д2, они без сечения, мы устраняем одно сечение, а потом по индукции устраним все. Это стандартная вещь. И индукцию мы будем ввести, естественно, первый параметр индукции это сложность формулы А, определяем стандартным образом. второй параметр индукции как бы вспомогательный, то есть этот главный, если он сохраняется, то мы смотрим на второй. Это высота, ну вот тут мы могли бы подумать, что высота суммарная там этих деревьев, только Д1. Почему Д1? Сейчас увидим. Почему не максимум? Она Д2 не интересует. Мы в Д2 будем глубинно устранять сечение. Значит, соответственно, у нас будет возникать два принципиальных случая. Значит, первый случай, а последнее, то есть самое нижнее правило в Д1 не главное. Ну что это значит? Это значит, что здесь она не вводит связку в А, значит, она работает в Пи. то есть здесь есть какой-то Пи штрих стрелка А, это вот это правило, это КАТ, это какое-то правило называемого Л, без уточнения, что оно делает. Это может быть левое логическое правило, может быть, значит, структурное правило, это самое, структурное правило. И здесь доказательство. Ну, вывод здесь очень легко перестроить в этой ситуации. Мы просто берем вот этот вот Пи штрих, берем вот так, здесь Пи штрих, а дальше мы смотрим на наши правила и убеждаемся, что если оно применялось вот в чистом виде, то оно применяется и внутри контекста. И здесь мы применяем наше правило, это новое сечение, здесь применяем наше правило Л и делаем вот так. У нас этот параметр не изменился, этот уменьшился. Ну, то, что я сделал некое жульничество, потому что у нас вообще-то кроме однопосылочных бывают еще двупосылочные правила. Ну, двупосылочные правила какие бывают? Ну, бывает правило, которое вводит импликацию деления налево, но у него здесь просто появляется еще одна посылка вот тут, это его левая побочная посылка, которую мы просто вот добавим вот сюда и все. Да? Ну, можно сказать, ну, есть же еще одно правило, а это правило для дизюнкции налево. Ну, вот его тоже стоит разобрать, оно, значит, выглядит так. Здесь это правило у дизюнкции, здесь будет вот так и будет еще вот так. Да? Где в π' мы сделали один выбор, а в π' мы сделали другой выбор. Но тогда мы берем сечение вот этой вот с этим и вот этой вот с этим. сечение превращается в два. Каждый из этих сечений имеет ту же самую формулу А и более глубокий вот этот вывод. И, соответственно, мы получаем две умышленного сечения получаем вот такие вот секвенции, а потом мы их собираем в вот, ну, вот в это. С помощью нашего же правила дизюнкции. Все, больше никаких случаев нет. То есть, здесь все структурные правила, они все однопосылочные, просто что-то меняют в этом вот в гамме, в π. и потом это тоже самое можно сделать и тут. Так что, если это не главное правило, то есть, которое не создает татуа, то мы просто проходим дальше. Еще бывает такой случай второй, но он как бы тривиальный, когда вот эта пи-стрелка А это просто аксиома. Ну, какие у вас аксиомы бывают? Бывает аксиома вида значит А-стрелка А, тогда мы просто здесь А и здесь тоже А. То есть, сечение тривиализуется. Мы все это выбрасываем и продолжаем выводом D2, который без сечения. Но еще есть случай аксиома вот такой, лямбда стрелка 1. И вот этот случай мы будем рассматривать как главное правило, как один из случаев главного правила. Мы считаем, что аксиома это 0-посылочное правило, которое вводит единицу направо. Нам будет так удобнее. И соответственно у нас остается самый интересный третий случай, когда значит главное правило. И вот тут-то мы будем действовать глубинно. Это я сейчас все удалю, потом я восстанавливаю проблему в пятиаре. Значит смотрите, что мы будем делать. Значит у нас есть P-стрелка А. здесь правило, которое вводит формулу А. Какое оно мы пока не знаем, зависит от того, какой вид формулы А. Здесь у нас и над ним какие-то его там выводы посылок. Значит здесь у нас написано вот так. И давайте мы вот в этом выводе, который тут начинается, вот эту формулу А мы отследим. смотрим во что превращать, куда движется эта формула. Эта формула значит она может ветвиться. Вот это вхождение формулы А может разветвиться. Например, если мы применили правило какой-нибудь конъюнкции справа, тогда у нас одна копия сюда пошла, другая сюда. Или если применили правило сокращения, тогда две копии остались в одной формуле, но тем не менее в одной секвенции они пошли вот сюда. и где-то мы отметим те точки, где у нас были введены вот эти Ашки. Какие бывают ситуации? Она может быть введена и вот здесь как бы этот путь закончился. Это правило, которое, вот эта точка, это правило вводящее А. Ашки. В принципе, может так получиться, что мы дошли до конца и здесь секвенция вида А стрелка А. Это аксиома, такое тоже бывает. Вот это А, это вот она, а это другая, которая другая полярность идет. Еще бывает, как ни парадоксально, еще и вот такое. Когда у нас один путь в дереве, а в нем две копии Ашки, потому что мы сокращение применили, и мы одну ввели каким-то образом тут, другую тут. И теперь нам нужно по сути делать вот что. Главное устранение сечения, которое Пи стрелка А, мы его будем произвести вот тут. Наша цель, вот здесь у нас появилась какая-то секвенция, гамма штрих, в которой есть выделенная А, стрелка, какое-то С штрих. Другое, естественно, не совпадающее с этим. И мы, у нее есть свой вот этот подвывод какой-то здесь, и мы хотим в ней заменить гамму на Пи. Ну и давайте смотреть, допустим, у нас А имеет вид там Б конъюнкции Б умножить на С, например. Что тогда будет происходить? Значит, здесь у нас был вывод какой-нибудь там Пи запятая дельта стрелка Б умножить на С. Значит, здесь было Пи стрелка Б, дельта стрелка С. Вот здесь гамма штрих, вот мы здесь поднялись, у нас, значит, будет гамма штрих, здесь будет Баа, то есть, которая Б на С, стрелка, ну, С штрих, ну, С штрих пусть и будет. С, вот этот плохо, что есть С, ну, ничего страшного, давай здесь напишем Е. здесь, значит, будет гамма штрих, в котором здесь мета, ну, и тут мы осуществим вот эту вот подстановку, здесь вместо Пи, здесь вместо запятая это неправильно, здесь надо вот такую штуку написать, конечно, да, здесь я сразу сечением вместо Б подставлю Пи, вместо С подставлю Дельту. Это сечение не страшное, потому что у него формула, по которой мы ведем сечение, меньше. Значит, и соединю их, и вместо вот этой Б на С здесь напишу Пи умножить на Дельту, то есть нашу вот эту Пи, которая вот здесь была, и буду спускать ее вниз. Везде вот эту формулу А будут заменять на вот эту Пи на Дельту. То же самое будет происходить с импликацией, это как вычисление Ламбика. Еще есть тонкий момент, что делать с этой аксиомой. Ну, аксиома, на самом деле, можно это обойти, просто сказав, что аксиома у нас все будут иметь вид вот только вот такой, с переменной. А если аксиома более сложная, то ее можно дальше довывести и свести это вот к такому вот случае. Если это происходит еще раз в середине, ну, смотрите, вот эта копия А у нас уже заменена на Пи, а здесь была введена еще одна копия А. Мы ее тоже здесь заменим на Пи. Еще добавятся новые сечения, но опять же с более простыми высекаемыми формулами. То есть, идея в чем, что мы разбиваем одно вот это сложное сечение, нам очень много простых. Мы делаем это внутри вот этого дерева. Ну, и, как я уже сказал, с делением будет то же самое, мы этот случай разбирать не будем, оставим упражнение. Интересный случай будет с конъюнкцией. Ну, и с дизюнкцией мы тоже разберем, потому что как раз это самое главное. Значит, вот что происходит с конъюнкцией? Значит, правило, вводящее конъюнкцию, устроено очень просто. Пи стрелка Б конъюнкция ДС, Пи стрелка Б, Пи стрелка С. Это влево и слева у нас. И дальше пошел вывод Д1. А что справа? Справа у нас гамма штрих, в нем была введена конъюнкция. О, Б и С. Но раньше-то как мы устраняли сечение? Здесь надо было просто выбрать одну из Б или С. И, соответственно, мы брали соответствующие под дерево здесь, второе просто игнорировали. А здесь что у нас будет происходить? Будет Б конъюнкция С, стрелка Е' Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем с помощью сечения получить вот такое. Мы одну эту Б можем заменить на Пи и вот эту С мы можем заменить на Пи. И вместо того, чтобы получить гамму от Пи, мы получим вот так. двумя сечениями вот с этим, потом вот с этим или наоборот. Сечения, опять же, устранятся, потому что наиболее простые формулы, по которым мы видим сечение. А здесь мы получим вот так, используя правило сокращения. То есть, смотрите, какой забавный эффект. Для того, чтобы моделировать закон дистрибутивности, нам не нужно было правило сокращения, потому что вы видели этот вывод, который я тут писал. Там сокращения не используются. Там использовалось только то, что мы можем вот этот выбор в конъюнкции слева отложить, заменив ее просто на вот эту и дальше разбирая под ней дизъюнкцию. Но, кстати, сокращение не использовалось. А вот здесь оно оказалось принципиальным устраним сечение. Но хотя бы в нашем доказательстве. Может быть, есть какое-то более хитрое доказательство, которое не требует правила сокращения, тем не менее. После этого, да, вот эта π, она заменяет теперь B конъюнкцию С и бежит, 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 бежит в низкую, как и обычно. Ну и давайте еще один случай разберем последний с единицей будет то же самое, там просто на лямбу заменяется, там мы ее так и оставляем. И вот значит, если у нас здесь была дизъюнкция, тут как раз все очень просто. Мы ее здесь то же самое с С, а правило здесь, оно вот такое. Например, допустим, мы здесь B выбрали, а могли выбрать и С. И, соответственно, мы вот здесь делаем сечение сюда, а эту ветку просто игнорим. То есть, дизъюнкция будет все как в обычном ламбике, потому что у нас нет метасинтекса для дизъюнкции, справа или что-нибудь такого. А с конъюнкцией вот здесь используются правила сокращения. Вот. То есть, мы получили такую интересную вещь, что нам для того, чтобы выводить, нужно либо сечение иметь, либо сокращение. То есть, кому удалили сечение, появилось сокращение. Добавили сечение, от сокращения можно избавиться. Ну, на самом деле, можно сказать, что просто сокращение такое сечение, ну, вот с таким вот каким-то принципом, что там А и А там равносильно А. Ну, как бы, можно... Это можно доказать, так сказать, без всякого сокращения, просто в ламбике, а потом заменить сечение, сокращение на сечение вот с такой штукой, ну, более-менее. И тут, но сечение, конечно, сокращение жутко мешает в поиске вывода. Не так страшно, конечно, как сечение, которое вообще не дает возможность искать вывод никак, но все-таки мешает. И наша идея заключается в том, была такая мысль, что давайте попробуем как-то избавиться от сокращений, тогда бы мы получили прекрасно нашу P-Space, верхнюю оценку, как бы, так же, как и для обычного ламбика. Тем же самым абсолютно способом. К сожалению, это не так. А именно, прежде чем двигаться дальше, то есть, да, мы на этом, значит, устранимость сечения закончили. Здесь у нас в этом вот случае у нас уменьшился параметр сложность формула А. А сечений стало очень много, но мы потом все устраним. Значит, прежде чем доказывать разрешимость, покажем, что мы не можем устранить сокращение. Значит, для этого мы сформулируем такую теорему. Выглядит совершенно страшно, но я поясню, откуда это берется. следующее секвенция выводима, ну, я напишу так, в Мальце плюс Д. Я буду вводить ее в обычном вычислении с помощью правила сечения, используя дистрибутивность. Но можно и в этом его вывести. но не в Мальце. Ну, казалось бы, это глупая вещь, но вот был такой пример секвенции с законом дистрибутивности сам. Сейчас ее выпишем, поймем, чем она лучше. Ну, а конечно, страшная. Это значит в нашей статье Вакс Чканович, Маш Покорный и Андрей Легочич Чедров. Это была, ну, там, 19-й год, условно говоря, на Вольнике, ну, а журнальная версия вышла вот буквально на днях в журнале Information and Computation. Вот, секвенция вот такая. Тут переменные обозначаются x, y, z, w. Ну, неважно. Значит, x над y дизюнкция w над x над y дизюнкция x над z дизюнкция w запятая, секвенциальная запятая, ну, умножение. А значит, x над y. Когда мы это все делали, мы как бы про вот это исчезление козыка особо не думали и рассуждали в таком просто исчезании с паралитной аксиомой. Сейчас вы будете удивляться, вообще, как такое можно придумать, да, так сказать. x над y или w вот тут вот такое деление возникает. Значит, x над z или w, а тут вот так. значит, x над y дизюнкция z ну и, разумеется, или w. Вот такая вот секвенция. Как такое можно додуматься? А, тут, видимо, какая-то направленность вниз. Да, тут используется диагональная конструкция ромба, так называемая. Смотрите, значит, давайте вот такое обозначение введем. Вот это будет формула A, а вот это вот будет формула B. Тогда то, что написано слева, становится немножко проще. Я говорю так, где будет A над A или B. Ну, это эквивалентно. Здесь просто w, две штуки, я их в одном единю. Значит, дальше будет еще раз A, потом A под B, и все, да? Вот это вся наша левая часть, правильно? Теперь, смотрите, можно доказать, что отсюда следует A. Ну, как это сделать? Ну, смотрите, я могу из A вывести A дизюнкция. Сейчас, наоборот, значит, я из A могу вывести A, эти две ашки уйдут. Останется B. Из B я вывожу A дизюнкция B. Имею право. Тоже уходит, остается A. А можно по-другому поступить. Я могу вот это A сократить сюда, из A слева это A дизюнкция B. Вот это убираем, остается A и A под B. Таким образом, я могу и B тоже получить. Я, значит, могу получить их конъюнкцию. Но теперь, что такое A и B? Значит, A это получается, что я отсюда вывел вот что. X над Y или W. Конъюнкция X над Z или W. И тут я использую дистрибутивность и получаю такое. Значит, X над Y, конъюнкция X над Z или W. А вот это эквивалентно вот этому. Это можно просто явно проверить. Что конъюнкцию можно так занести под деление, она переставится в дизюнкцию. То есть, вы получили, что это доказуемо с законом дистрибутивности. Это простая часть. Сложная часть. Почему это недоказуемо без закона дистрибутивности? Ну, ответ очень простой. Зачисление без закона дистрибутивности MALC алгоритмически разрешимо. Давайте мы запустим алгоритм проверки выводимости и убедим, что это невыводимо. Действительно так. Ну, а для полноты картины в журнальной версии статьи, да и по-моему, в статье в конференционной тоже, просто приведен полный поиск вывода. Ну, там 3-4 страницы текста. Она не выводила даже в коммутативном расширении и даже если правило ослабления добавить. Ну, по крайней мере, в MALC она недоказуема. Просто это, так сказать, такой brute force. С точки зрения решетка это как-то можно понимать? С точки зрения решета как-то понимать. Да, во-первых, давайте сейчас поймем, чем это лучше, чем в законе дистрибутивности. Теперь конъюнкции нет. Как бы отличие вот в чем. Что если мы оставим только конъюнкцию, а дизюнкцию не будем рассматривать, то, значит, дистрибутивность не чувствуется. То есть, теория всех решеток без конъюнкции будет эквивалентно обычной. Здесь она вот чувствуется. То есть, есть следствие закон дистрибутивности только с одной дизюнкцией, которая, тем не менее, как-то ловит дистрибутацию сам. Не утверждается, что этот принцип это как бы универсальный такой закон, который все остальные следуют. То есть, на самом деле, существуют какие-то совершенно другие следствия. Как вообще оксиматизировать такой вот фрагмент теории без конъюнкции, это неизвестно. Но, тем не менее, такой пример есть. А оксиматизировать в смысле? Ну, у вас есть все решетки дистрибутивные, а мы хотим оксиматизировать все утверждения, в которых нет конъюнкции. Оксиматизировать как многообразие или как? Ну, так, как многообразие, например. Вот, например, вот такая штука будет там верна. Вот эта секвенция. Ну, или ее можно как равенство понимать. Ну, не равенство. Ну, просто, если записать это как первопорядную теорию, то там можно ввести принцип дистрибутивности, который можно ввести через существование нижней грани. Да, безусловно. А можно ли это сделать так-то? Ведь можно же как эту самую, как многопрость, как профессиональную теорию записать. Но это отдельный вопрос. Нам он сейчас не нужен. Нам нужен достаточно один этот пример. Зачем он был нужен нам для вот этого утверждения, что мы сокращение не можем устранить? Вот эта секвенция доказуема в МЛЦД. Правильно? Ну, потому что это то же самое, что МЛЦ плюс Д. Если мы разрешаем сечение, то плюс-минус доказательство вот написано здесь. Мы много раз использовали сечение, ну, вот отсюда-сюда, отсюда-сюда, а потом это сделали эквивалентную. Здесь один раз использовалась дистрибутивность. Дистрибутивность доказуема без сокращения. Это мы проверяли. Но если мы сечение уберем, то что тогда будет? Мы ищем вывод для вот этой вот секвенции. В нем где-то должна появиться вот эта вот метаконъюнкция вторая. Почему? Потому что если она в этом выводе не появится, то левые части будут обычными ламбиковскими децедентами. И там будут обычные ламбиковские правила для них работать. И значит, это будет выводимо вот здесь. Но это не так. Отсюда следует, что значит, вот эта вот секвенция, когда мы ее выводим, где-то в выводе должно вот это вот возникнуть. Операция конъюнкции вот на методосинтоксическом уровне. А как она может появиться, эта штука? У нас есть только два способа ее ввести, как если мы смотрим снизу вверх на вывод. Первый способ – это разобрать какую-то конъюнкцию, настоящую, вот такую. Но такой конъюнкции у нас нет, и поскольку вывод без сечения, он подформальный, она не может появиться. Либо применить правила сокращения. Другого способа просто смотреть на наши правила у нас нет. Все остальное, оно либо не вводит ее, либо вводит, но используя то, что уже было в заключении правила. Ну вот, собственно говоря, и все. То есть, у этой секвенции есть какой-то вывод без сечения, использующий правила сокращения. Как он устроен? Ну, на самом деле можно попытаться это пояснить, ну, а именно на самом деле вот нужно все, видимо, вот это скопировать и в одном из них сделать выбор в пользу А, вот здесь, а в другом в пользу Б. И дальше уже все выведется. Но это так вот, как бы, неформально. Я, честно говоря, этот вывод строить не пробовал, но нам гарантировано, что он есть. Ну, или можно поступить еще проще. Можно вот этот вывод с сечением погрузить его вот в эту новую нашу систему и устранить сечение тем методом, который мы только что объяснили. Получится какой-то вывод, и в нем будет использоваться правило сокращения. И наличие правила сокращения, к сожалению, делает нашу задачу поиска вывода и разрешающего алгоритма более сложной. Отличается от обычного АМА-ЛЦ. С другой стороны, как мы знаем, мы в случае интуиционистской логики умудрялись все-таки получить оценку P-Space, несмотря на то, что сокращение там было. здесь будет примерно то же самое, но, к сожалению, оценки пока что экспоненциальные. Улучшить их – это некая открытая задача, которую мы не знаем, как решать пока, но, может быть, кто-то ее придумает, как решить. Значит, ну, рассуждаем-то мы примерно так же. Значит, мы будем для… мы доказываем нашу последнюю теорему, четвертую, о нормализации… о разрешающем алгоритме для АМА-ЛЦД. Будем нормализовывать наши секвенции. Значит, нормализованная секвенция… значит, она будет как устроена. Во-первых, мы должны немножечко поменять наш язык метаформу, чтобы в нем не было этих явных ассоциативностей, явных перестановок. Потому что, понятное дело, что куча таких правил перестановки ассоциативности, значит, они дадут нам лишние какие-то выводи вещи. Это первое. А второе, нам нужно ограничить применение правила сечения, правила сокращения. Потому что, если у нас правило сокращения применяется сколько угодно раз, то, опять же, размер вывода, мы не знаем, где его закончить. Можем просто, вместо того, чтобы искать вывод, просто размножать какую-нибудь под метаформулу, просто копируя, с помощью правила сокращения, в надежде, что мы нагенерируем достаточное количество копий, и что нам хватит для того, чтобы вывести. Значит, нормализованное, вот что это такое. Во-первых, какой язык теперь у нас будет... Значит, нормализованная, сначала нормализованная метаформула. Это не метаформула, это формально другой объект. Он будет устроен следующим образом. Значит, во-первых, это может быть формула, это, пожалуйста, может быть пустое, тоже можно. Может быть, так называемое, вот гнездо вот такого типа, я называю гнездами. Оно имеет такой вид, значит, вот такое, значит, где n хотя бы 2, тривиальные гнездо нас не интересуют, если оно одно, то вот пусть у нас самое и остается. И гамма и ты, это либо формулы, или вот такие гнезда. Что такое такое гнездо? мы индуктивно определим дальше, что будет единое определение по индукции. Значит, здесь то же самое, здесь будет, соответственно, вот я такую скобочку здесь поставлю, Δ1, ΔM, ΔK лучшим, что я буду по-друге цели буду использовать, где, опять же, K больше либо равно 2, значит, это мультимножество, значит, соответственно, число вхождений Δ и ты каждый не больше 2, то есть, как бы почти что множество, оно может либо 0 раз, либо 1, либо 2 входить. И что такое Δ и ты? это формула пустая или вот такое вот гнездо, то есть последовательность. Зачем мы это сделали? Мы сделали, чтобы явно было чередование вот этих операций, умножение и конъюнкции на мета-уровне. То есть, мы хотим, чтобы у нас ассоциативность вот этого, а также коммутативность и вот это все связанное с вот этой штукой было бы в языке. Вот. Так сказать, легко понять, что у нас любая вот такая вот структура, нормализованная мета-формула, переводится в обычную мета-формулу. А именно просто здесь надо везде вот эти умножения поставить, расставить скобки как попало, например, начиная просто слева, а здесь надо эти конъюнкции вставить. И все будет хорошо. Вот. Теперь, значит, лемуу нормализации я вот могу здесь стереть. Значит, если... Да, ну а нормализованная секвенция имеет вид, так сказать, P-стрелка-С, где P-это вот это вот нормализованная мета-формула. Справа формула стоит. Если, ну давайте напишем так, секвенция с пустой левой частью доказуема, то, ну без сечения, конечно, то существует вывод из нормализованных секвенций. ну вот тут, к сожалению, это же время у нас ограничено. Мы это... Это некая лемма, ее надо аккуратно доказывать. Мы ограничимся, так сказать, неформальным пояснением, почему это верно. Значит, у нас фактически нужно сначала преобразовать все вот в эти гнезда, то есть умножение, вот все эти, если у нас подряд тут много умножений, то сделать, сказать, что это такое гнездо. Если много вот таких, то сказать, что это тоже вот такое гнездо. А теперь надо смотреть на эти гнезда как бы как на множество. И, соответственно, если тут слишком много копий одной и той же, то их убрать. Сразу же, не вводить их. Зачем нам нужны хотя бы две? Потому что иногда бывает нужно... То есть правило сокращения будет происходить, когда мы одну из этих тут же будем изменять, будем как-то ее разбирать. Вот. Третья здесь не нужна, потому что у нас, в отличие от интенсиониста, к логике никогда не копируется этот контекст. Он, в правиле для импликации, он просто расходится на две. Вот. Значит, импликация, потому что она действует вот в таком гнезде, а не вот в этом. И там никаких сокращений нет. И здесь-то гамма могут входить сколько хочешь раз, это содержательно, но здесь сокращения нет. Обратите правду про эту лямбу, про леволку. Так вот у нас если существует вывод секвенции лямбда с телка А, да? Лямбда? Лямбда, пустая левая часть. И вот из-за всего и значит это вывод из нормализованных секвенций. Нет, существует вывод состоящий из нормализованных секвенций, в котором все секвенции нормализованы. Вот что имеется в виду. Да, да, да. Да, появляется. Да, то есть все секвенции в выводе будут нормализованы. И сечения в нем тоже нет. То есть в нем нигде вот больших гнезд не появляется вот таких вот конъюнктивных. Ну, вот такая лемба, я честно скажу, что как бы формальное количество я не произнес, потому что длинное и такое сложное довольно, но идея такая же, как у нас уже была в интуиционистском. Ну и теперь осталось, что сообразить. Значит, еще одна лемба, но прежде чем ее сформулировать, мы определим меру сложности на мета-формулах. Значит, да, значит, сложность мета-формула, нормализованной. Значит, сложность, она m обозначается, m от a, это просто сложность a, ну, количество вхождений всех переменных и операций. Сложность λ это 0, сложность вот такой вот. Это сумма, а сложность вот такого вот гнезда, который мультимножество, это максимум. Значит, что мы теперь можем заметить? мы можем заметить, что каждое правило обладает следующими свойствами. Сечения нет. Во-первых, его посылки собраны из-под формулы его заключения. Правильно? Свойство подформулировки для всех правил, кроме сечения, выполняется. В том числе для правила сокращения. Мы скопировали одну и ту же мета-формулу, их стало больше, но набор, из чего они собраны, он такой же. Это первое соображение. Второе соображение, что сложность, если мы смотрим снизу вверх, не растет. То есть сложность любой посылки не меньше, не больше, чем сложность заключения. Но не обязательно строго меньше. И это неизбежно, потому что у нас есть сокращение. Оно, вообще говоря, усложняет нашу секвенцию. Но поскольку это вот такого типа гнездо, мы копируем, что такое сокращение, мы копируем формулу в таком гнезде, то его сложность просто не меняется. То есть в результате мы получаем такое нестрогое упрощение. Вот. То есть в принципе может так получиться, что наша секвенция всегда будет одной и той же сложности. И никогда не закончится наш поиск вывода. Но вот тут-то нам помогает наша последняя лемма. которая говорит следующее, что пусть да, давайте еще определим сложность секвенции. Вот если у нас такая секвенция, то ее сложность это просто сложность левой части плюс сложность правой части. То есть сложность посылки не может быть больше, чем сложность заключения. Пусть у нас сложность вот этой вот финальной секвенции, ну то есть сложность просто а, равна какому-то числу m0. Тогда существует конечное число нормализованных секвенций сложности не превосходящие m0 и построенных из-под формул формулы r. Мы сейчас эту лему докажем, но прежде чем доказывать ее, давайте поймем, как она помогает нам получить разрешающий алгоритм. Ну, смотрите, значит, у нас есть конечное число вот этих вот секвенций нормализованных. Ну, тут на самом деле нам потребуется немножко больше, на самом деле мало того, что конечное число, существует еще и алгоритм, который их все, грубо говоря, выписывает. Их огромное количество, но их все конечное. Мы это сейчас увидим. Значит, потом мы можем просто начать строить наш вывод и рассматривать выводы нормализованные, ну, и так же такие, в которых ни на каком пути не встречается два раза одна и та же секвенция. Если мы увидели, что мы искали вывода, а попались на ту же самую секвенцию, значит, плохой вывод, мы не будем его рассматривать дальше. Ну, и теперь мы просто начинаем полный перебор. Мы перебираем все, так сказать, выводы и наш алгоритм за счет этого свойства остановится. Либо найдет вывод, либо покажет, что его нет. Потому что общее количество, то есть, прибор делается брутфорсом, то есть, мы берем нашу целевую секвенцию, смотрим вообще, какие правила мы можем применить их, конечный набор. Сокращение можно применять только если не нарушают это условие нормальности. Значит, до каждого из них рекурсивно запускаем наш алгоритм, ну и так далее. Глубина рекурсии будет ограничена количеством вот этих нормализованных секвенций, потому что если мы увидели, что что-то уже повторилось, мы сразу обрубаем наш поиск на этом месте и вот эту веточку не рассматриваем. Мы ее найдем в другом где-то месте, где мы пошли вот здесь, вот по вот этому пути. И все. Значит, алгоритм остановится. Сложность его зависит от вот этого вот параметра. И если бы это число было полинемиальное в каком-то смысле, то мы бы получили P-Space. Но это в данном случае будет совсем не так, как мы сейчас увидим. Оценка, кто я буду говорить, сейчас она очень грубая, но по крайней мере дает разрешимость вот в том смысле, в котором я сейчас рассказал. Значит, рассуждаем мы индукцией по M0. Ну, точнее, мы здесь напишем, мы будем говорить, что здесь можно вместо M0 написать любое N, и будем рассовывать, то есть мы будем, а мы фиксируем, то тот набор формул, из которого мы строим нашу секвенцию, обведем индукцию по сложности, вплоть до M0. Значит, ну, во-первых, сколько существует нормализованных метаформул сложности 0. Ну, ровно 1 лямбда, да? Любая формула уже сразу даст нам сложности 0. Вот. Значит, теперь, что еще бывает? Значит, мы, допустим, ищем все формулы сложности, значит, M от, ну, вообще мы будем метаформулы перечислять. Потому что справа стоит формула, одна формула вариантов для вот этой C не больше, чем сложность формулы A. Ну, значит, просто здесь, если мы посчитаем количество метаформул, их будет конечное число, то количество секвенции мы должны умножить на M0. Это даже полинемиально. Поэтому мы считаем только метаформулы. И мы еще хотим найти метаформулы P, у которых сложность, так сказать, равна не больше, чем какое-то M. какое-то M. Значит, ну, если она строго меньше, а N вот здесь есть. ладно, давай, давай N напишем. Ну, S. Значит, если она строго меньше, то таких уже конечное число. Мы это знаем. Потому что мы по индукции посчитали, что во всех меньших уровнях там конечное число этих метаформул. Значит, нас интересуют те, где здесь ровно S. какие они бывают? Бывает, ну, лямбда, только S равно 0, это нас не интересует. Формула. Сколько формул сложности S среди подформул данной формулы A? Ну, какое-то конечное число, не больше, чем M0, по крайней мере. значит, такое вот гнездо. Оно, какая у него сложность? Значит, если P имеет вид гамма 1 гамма n, то сложность P это сложность гамма 1 плюс сложность гамма n. дальше мы смотрим, что гамма i это либо формулы, либо, значит, гнезда вот такого вот вида. А, значит, а вот по формулировке последние геммы, наверное, точнее сказать, тогда существует лишь конечное число, чтобы собирать. Лишь конечное, конечно, да. вот тут немножко нужно будет нам, наверное, схитрить, потому что тут вот в этом гнезде, в таком, как же нам это бы сделать-то? Давайте мы, знаете, шнешка с жульничаем, давайте мы добавим вот здесь единицу просто. Максимум плюс 1 напишем. Это ни на что не это, хотя нет, это плохо, так нельзя. Так, нельзя. сейчас, сейчас мы немножко аккуратности проявить. Значит, сейчас, в чем сейчас у меня проблема? Проблема у меня в том, что вот это вот такое гнездо может состоять, к сожалению, из пустых этих самых, пустых вот этих вот дельт. И у него сложность может быть 0. Но давайте мы пока вот рассмотрим случай, когда все сложности, строго положительные, строго положительные. Тогда у нас что будет происходить? Тогда у нас каждый из этих, вот эта штука равна s, а каждая из вот этих вот будет строго меньше s, потому что их хотя бы две, и они обе не могут, ну, никакая из них не может быть, не может все забрать. Обязательно даже поделиться. но тогда смотрите, значит, число, да, и это первое, и второе, мы знаем, что у нас n будет тоже меньше, либо равно s, потому что они все положительные, ну, значит, не может быть, чтобы оно было, ну, как бы, вот. Значит, в этой ситуации, что мы получаем? мы получаем, что у нас, значит, вот таких вот гамма-итых, уже конечное число, потому что они имеют более низкую сложность, и их количество общее тоже ограничено. Ну, значит, количество вот таких возможных последовательностей, где они имеют положительную сложность, оно тоже будет ограничено. Ну, и дальше есть некоторые неприятные вещи, когда у него сложность может оказаться нулями, нулем. Но сложность этой гамма-итой может оказаться нулем на самом деле только в одном случае, когда эта гамма-итая, это вот такое гнездо нулевой сложности. То есть, эта гамма-итая имеет вид, так сказать, вот лямбда-лябда. Больше ничего не может быть, потому что здесь хотя бы два элемента должно быть, и они, так сказать, вот должны быть обе лямбдами. Одна лямбда нельзя, потому что хотя бы два должно быть. Вот. Ну, давайте мы с этим разберемся чуть позже. Давайте доделаем сначала без этого. Значит, без этого мы вот сюда перейду. дальше мы рассматриваем вот такое гнездо. значит, здесь у нас мы получаем, что у нас сложность дельта-итых, она будет меньше, чем, а вот тут сейчас, мне кажется, мы немножечко попадемся. Значит, у нас, сейчас я пытаюсь понять, можно ли здесь, здесь, к сожалению, да, мы тут немножко нужно нам, а нет, она на нулевую сложность, иначе сейчас разберемся. Значит, сложность дельта-итых здесь, если сложность вот этого вот гнезда равна s, то сложность дельта-итых не меньше s, ну, а дельта-итых это либо формулы, либо вот такие гнезда, для которых мы уже вычислили, так сказать, наше это самое. Вот, и поэтому у нас, в общем-то, все получается тоже ограничено, это будет столько, сколько таких вот мультимножеств, в которых каждая из них входит не больше, чем два раза. То есть, здесь возникает, так сказать, 3 в степени n, где n это число, так сказать, вот гнезд и формул сложность не больше s. Вот откуда экспоненциальная верхняя оценка? Она не экспоненциальная, к сожалению, она башня экспонента, потому что на каждом шаге увеличения вот этого s у нас появляются все вот эти вот такие вот мультимножества такого вида. Ну, и осталось разобраться, вот этот тут я немножечко запутался, со случаем, когда вот здесь нулевые, так сказать, появляются объекты. давайте на них мы тоже посмотрим, значит, что тут может возникнуть. Если у нас здесь только, ну, здесь и вот, вот тут могут быть вот какие-то вот такие, но их мы, так сказать, ну, формально, конечно, с этим у нас, да, надо их просто как-то запретить, потому что может быть такая, сейчас давайте я посмотрю, как я это, а мы так просто не увидим, ладно, в чем может быть проблема? Может оказаться, что просто эти вот нулевой сложности, так сказать, вот эти вот какие-то бессмысленные гнезда будут оставаться, их может быть очень много вот в этой вот последовательности гамм формально они создадут, так сказать, но давайте мы их, ну, просто такое запретим. Это нам на самом деле нигде в выводе не нужно. Давайте здесь скажем, что это не лямбда-лямбда. Понятно, в чем проблема? Что здесь можно просто в гамм дописывать такую штуку, сложность расти от этого не будет, а количество в бесконечном. но это нам на самом деле здесь не не это самое, не нужно их копировать таким образом. Вот. Значит, ну вот, собственно говоря, и все. То есть, мы получили, что у нас есть конечное поле перебора, но, к сожалению, оно вот такое вот не просто экспоненциальное, оно вот такое суперэкспоненциальное. Это какой класс? Элементарий, по-моему? Он элементарный будет, да, он будет элементарный, но даже не экспрестом какой-нибудь. Наверное, это все можно улучшить и получить более интересные верхние оценки. Значит, но вот пока так. Давайте я прокомментирую, что было сделано в работе Козака. В работе Козака было сделано больше, чем вот. То есть, я объяснил, значит, мы пока что, просто используя нормализацию, доказали разрешимость. Козак сделал вот что. Он доказал свойства конечных моделей. А именно та теорема, а он использовал такую же технику, каким-то образом фильтрую, как Балгебу Ленденбаума. Но это не просто, я не успел сегодня это рассказать в любом случае. Значит, соответственно, Козак доказал следующее. Значит, что вот в этом исчислении доказуемо, ну, допустим, давайте напишем так для простоты. Когда мы доказуемся, там не важно, что мы сложены на секвенциальную. Тогда и только тогда, когда вот эта секвенция истинна во всех конечных, ну, а размеры у них вот такие же примерно, дистрибутивных решетках с делениями. Почему конечные, там на диабрезе и конечным параштелем? Нет, они сами конечные просто. Ну, что с конечных моделей? Файл. А, я, 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 я многообразие финитно аппоксимировать, я не то скажу. Да, это и есть финитная аппоксимировалась. Файл. Могу пропасть. что получается, что у нас для того, чтобы опровергнуть, ну, понятно, если что-то выводимое, то, конечно, оно истинно во всех дистрибутивных решетках деления, в частности, и во всех конечных. Но интересно другое, что если у нас есть невыводимые секвенции, то чтобы, ну, или формула вот отдельная, что чтобы ее опровергнуть, нужно, можно построить конечную контрмодель всегда. Значит, и в частности, более того, Козак это доказал для исчисления без сечения, то есть, для нашего рассуждения с Алгемой Линденбаума использовало сечение существенно. Здесь сечение не использовалось. В результате он что получил? Получил полноту, в частности, исчисления без сечения. А поскольку во всех алгебрах сечение допустимо, то, значит, он получил устранимость сечения автоматически, чисто синтаксически, без вот этих всех глубинных методов. А также получил разрешимость. Потому что, смотрите, у нас множество теорем этого исчисления, алтрифмически, перечислимо. Можно просто брать наше исчисление и пытаться что-то вывести. И на самом деле можно перечислять все его теоремы, просто перечисляя все выводы. Свойство конечных дистрибутивных решеток, конечных моделей дает нам коперечислимость. Все не теоремы тоже будут перечислимы. Ну, а именно можно для каждой секвенции пытаться найти контрмодель. В конечной модели проверка истинности данной секвенции, значит, естественно разрешима, потому что конечная структура алгебраическая просто по таблице умножения проверяете, что секвенция верна или нет. И дальше вы просто перечисляете такие пары, составленные из секвенции какой-то конечной модели. Если окажется, что вот эта конечная модель оказалась контрмоделью для этой секвенции, вы выписываете секвенцию. А если нет, то, если секвенция в этой модели истина, то вы секвенцию не выписываете. Но, возможно, вы ее выпишите в другой какой-то паре. У нас получается алгоритм, с одной стороны который выписывает все теоремы, а с другой стороны алгоритм, который выписывает все не теоремы. Получается, что множество дополнений перечислим, в соответствии теореме Поста значит, оба множества разрешима. Ну, а доказывается теорема Поста очень просто. Вы параллельно пытаетесь вывести Попытайтесь ее опровергнуть. Это такой вот совет Калмогорова знаменитый. Если вы думаете на математическую проблему и не знаете, она вообще, теорема верна или нет, вы, значит, попытайтесь поочередно доказывать и опровергать. Здесь мы знаем, что любое доказательство конечно, как и в любой разумной системе аксиоматики, но здесь и любое опровержение тоже всегда гарантированно можно делать конечно. Вот это получаете разрешающий алгоритм. Ну, конечно, в таких рассуждениях системы Поста, стеремы Поста, значит, на какую-то разумную оценку сложности рассчитывать не приходится. Есть всякие хитрые способы, позволяющие ограничивать размер этой модели, и там можно даже и пис-пейс получить. Но обычно тогда мы и на выводы как-то можем там что-то оценить. Вот. Но, так сказать, вот, тем не менее, разрешимость вот так вот получается у Козака чисто семантические. Доказательства это и тоже основано на вот этих соображениях с нормализацией секвенций, но более сложные, потому что там еще нужно семантику соответствующую подгонять, но результат, конечно, более сильный. Вот. Задача о сложности остается открытой. Ну, вот, больше пока мы ничего не знаем. Ну, на этом, значит, наш курс полностью уже завершен. Если есть какие-то вопросы, то я буду рад на их сейчас ответить, или вы можете дать их потом там по электронной почте или как-то еще. Спасибо за внимание. Давайте, да, если я чуть-чуть вспомню оттуда. Да, с гипотезами. Да, да, с гипотезами, да. И что, ну, понятно, доказать, что мы там полностью не живем, но вот эта теорема, ее доказать, что они специфичны для свадьб? Или тоже самое, ну, там, вид, подобное можно и там для классической водки, для экологической водки? Да нет, конечно, не специфичны. Сечение всегда можно, если у вас есть хорошее исчисление с устранимым сечением, то есть там можно поднимать вплоть до этих самых. То аксиом. Вот. А дальше уже через аксиомы оно пройдет, ну, как и для простых аксиом самого исчисления, то хорошо. А если оно на аксиомах не треволизуется, то, ну, не повезло. Например, для арифметики такое делается, что вы принципы индукции формулируете как аксиомы, ну, поверх стандартной формулировки арифметики, и сечение можно поднять к этим самым применением индукции, а уж с ними-то должно быть сечение, там уже ничего не придумаешь. А где можно посмотреть вот нечто подобное, там, скажем, для специальной инфреники-кредикатов и фактической логики? Наверное, в книге Такиути это есть. Давайте я посмотрю. Если я сейчас не прав, то я вам-то напишу. Спасибо. А вот я посмотрел статью Бушковского 2005 года, на которую ссылались, статья «Ломет Канкиус и глобал от шоу Кал Тексиумс». Там как-то нельзя сказать, что мы следовали этой статье, так с первого взгляда, по крайней мере. Там нормализации не видно, и системные дуэли не упоминаются вовсе. Там вместо системы туэли упоминаются грамматики типа 0. Это более-менее то же самое, только отличие в том, что в грамматиках типа 0 вы выводите из одной буквы, а в системах туэли можете выводить из какого-то слова. Но они равно-равно неразрешимы, так сказать. Ну, просто можно добавить дополнительную аксиматическую букву, из нее вывести ваше слово, а потом, так сказать. А что касается нормализации сечения, она там неявно используется. Вот как бы это, если внимательно считаться доказательства, там без этого не получается на самом деле. Поэтому я, собственно, ее и рассказал здесь. Он так это скрыто немножко пишет, но там вот зачем это нужно. Нам на самом деле нормализовывать то сечение не нужно было, а нам нужно на самом деле было вот что. Нам нужно, чтобы в нашем выводе не использовались существенно вот эти операции деления. То есть он говорит там примерно следующее. Что вот у нас есть вывод из гипотез, и мы вывели вот нашу секвенцию, и гипотезы, и секвенция целевая не содержат деления, они содержат только умножения, ну там запятые секвенциальные. И дальше он говорит, что вот из этого вывода мы построим вывод вот в нашей, ну вот в системе грамматики вот в этой типа 0, ну или что то же самое в системе туэли. А вот, а на самом деле, если у нас там, ну внутри использовались деления, а потом эти деления убежали, потому что мы сечения применили, то непонятно, как по такому выводу строить вывод в грамматике никаких делений, в общем-то, нет. Вот, собственно, и вся проблема. А вот это вот нормализация сечений по-вашему, ну это ваши переработы, единственное, вот это и стать и пушковского, или еще каких-то источников. Нет, это вот как бы, это дополнение для того, чтобы объяснить вот это место в статье пушковского, вот где он говорит, что вот мы рассмотрим вывод и переделаем его в вывод в там, ну в системе туэ, как мне проще говорить, ну или вот в грамматике типа 0. Вот в этом месте нам нужно на самом деле не нормализация сечения, нужно свойство подформальности определенное. И вот в этом месте мы его, я просто его вот добавил, потому что без этого доказательства неполные. Я опирался, я опирался в принципе на нее, то есть так, по-моему, больше, может быть, в каких-то наших работах вот с Андреем Олеговичем Максимовичем что-то такое было, но там мы сразу уходили с системы субэкспоненциальными модальностями. Есть, кстати, другой способ, который я вот здесь не рассказывал, что можно все закодировать с помощью вот этих высоциативных знаков и там уже по-честному устранять сечение, не нормализовывать его, а прямо вот его устранять. И тогда как бы вот там все эти свойства тоже будут, но там немножечко другая ситуация. Вот это можно у нас в статьях посмотреть. Спасибо большое. А у нас еще какие-нибудь вопросы есть, какие-нибудь замечания? Так, ну, если нет, то мы с вами прощаемся. Значит, этот курс закончен. Ну, а насчет того, какие курсы в следующем семестре, как на базовой кафедре, так и в НОЦ, смотрите объявление. Будет несколько интересных курсов, в частности, по автоматической логике. Вот, все. Значит, Зумов сколько? А вот еще тогда, давайте-давайте, да, конечно. По методам устранения сечение, что следует, в первую очередь, почитать? Нет, ну, опять же, классические методы, которые восходят к Генсену, это вот книги Токиути есть, которые в самом начале советовал. Значит, если у нас нету правила типа, значит, сокращения, то можно смотреть работу ламбика 58-го года, в которой устранение сечения для исчисления ламбика даже без мультикативно-аддитивной части проделано, и это простое индуктивное рассуждение работает всегда, когда у нас нет контракции, вот это нет сокращения. А вот по вот этому вот тому, что я сегодня рассказывал, глубинное устранение сечения, Собственно, я говорил, что есть вот эти вот этот источник Депаева Валерия и Торбен Бройнер, наверное, так надо понимать, тут вот усумлял, там у него Браунер, это R. У них это выпущено не в виде, там есть статьи совместные, они как раз, по-моему, этого не содержат в полной мере, ну потому что вообще устранение сечения, писать по-честному, это значит не очень удобно. А это у них выпущено в виде такого технического доклада, Technical Report, ну он в отличие от статей, кстати, свободно доступен для скачивания. Он как так и называется, ну, cut elimination in что-то там. Вы если вот загуглите Депаева, Бройнер, cut elimination, то вот там это дело разобрано. Есть еще одна статья, значит, тоже наша, значит, Канович, Кузнецов, Щедров на конференции FCT 2017 и наша статья в Джолли 2020, ну, наверное, даже первого уже года, она опубликована онлайн была раньше, но сейчас она вышла в журнале. Там, в отличие от Бройнера и Депаева, там для некоторого странного исчисления сделано, такого необычного, но зато там картинки есть. А в Бройнере и Депаева это все словами расписано. Да, тоже глубокое устранение есть. Да, да. Там реализовано глубокое устранение сечения. То есть, вот если про глубокое, вот читать надо здесь. То есть, это их изобретение. Оно на самом деле просто позволяет немножечко более удобно излагать это устранение сечения в ситуациях, когда у вас правила сокращения есть, а вот микс сформулировать как-то затруднительно по какой-то причине. С другой стороны, конечно, если вы формализуете это в коке, то эти глубокие методы формализовывать намного сложнее, потому что у вас возникают какие-то нелокальные преобразования на выводах, и их надо как-то отдельно определять, про них нужно верифицировать какие-то свойства, и это сложно. Оно, когда вы излагаете для людей, то такое изложение немножечко более доброжелательное. Как вы видите, мы фактически полностью избежали неприятного как раз случая в интуиционистской ситуации, а именно не главного правила справа. И сокращение это мы фактически не рассматривали, оно же не бывает главным. И как бы все вот эти правила, то есть чем-то с контекстом работают, в обычном устранении сечения, даже если оно проходит, нам приходилось коммутировать наше сечение с кучей разных причин. правил, кто к нему не имеет отношения. А в глубинной ситуации мы спокойно проходили и делали уже содержательное устранение сечения, там, где оба правила были главные. Но минус такой вот этой глубокой стратегии, она чисто интуиционистская. Для классики не очень понятно, как это делать, потому что там что-то другое будет происходить, там как бы нет этой единственной формулы А, которая, так сказать. И там будет слева тоже бывают неглавные правила в суксиденте, которых в интуиционистском случае не может быть. Но для интуиционистского типа логика это вот такой способ, позволяющий короче излагать устранимость сечения. Да, да, спасибо. Ну, короче говоря, для односуксидентных исчислений. Да, да, ну, ну, я такая говорю, что секвенциальные исчисления интуиционистского типа я их назвал. Понятно, что МАЛЦ, например, он отсуксидентный, он отсуксидентный, наверное, более правильно, потому что все эти МАЛЦ наши, они же ведь не интуиционистские, на самом деле, ни в коем смысле. Это как бы, ну, кто какая-то субструктурная логика вообще-то, так сказать, неэквивалентный интуиционизму. Ну, и даже в каком-то смысле она там эквивалентна какого-то фрагмента классической линейной логики. Но, тем не менее, вот для нее вот такой способ годится. Да, большое спасибо. Все, спасибо за внимание. На этом мы закончили.